У воспитанников 88-го Петрозаводского детского сада прошло необычное занятие. С утра они отправились в парк «Зелёный берег», где участвовали в туристическо-познавательном квесте, пили чай на пикнике, а затем убирали территорию от мусора. Уходить с такого занятия многим не хотелось. Кто устроил детям сегодняшнее приключение, расскажет Светлана Воробьева. Форма одежды, походная, за плечами рюкзачки. Сегодня у всех шести групп 88-го детского сада маленькое приключение. Поход в ближайший парк «Зелёный берег». Идут строго по маршруту. На пути рассудительный ёжик даёт задание, лиса загадывает загадки и танцует. Я отказывала загадки, только я не правильно, я что-то там всё путалась. Думаю, мне подсказывала. Давай, 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 друзья, серьёзно. Один из этапов маршрута «Верёвочное дело» рук родителей Димы Артунькина из пятой группы. Анна и Михаил сами в юности увлекались спортивным туризмом и сейчас с удовольствием помогают осваивать навыки заядлого туриста, сыну и его ровесникам. Поджимаем ноги и прыгай. Давай, поджимаем. Раз, два, три. Опа, молодец. Интересно быть вместе со своими детьми, на природе, ну, посмотреть их атмосферу садика. Такие походы в 88-м детском саду проводят дважды в год, весной и осенью. Так подводят итоги на каждом этапе экологического воспитания, объясняет заведующая детским садом Анжела Катаева. Всё это они изучают, что-то повторяют в семьях в домашних заданиях, они участвуют в экологических проектах, создают сами альбомы. Вот у нас целая серия таких альбомов в группах создана. И, конечно, самое главное в походе – это пикник. Но и он со смыслом. Чай пьют травяной, целебный. Угощение взяли с собой. Печеньки. А ещё Мирослава, моя подруга, даст мне ещё там барни. После пикника ещё один обязательный этап – уборка территории. В этом парке дети собирают мусор регулярно. И здесь заметно стало чище. Поэтому сегодня все группы быстро прибрались на своих участках.